И к слову о коррупции. Наши расследования о скрытой жизни Вадима Рабиновича продолжаются. Сегодня стало известно, что лидерам партии «За життя» займутся в НАБУ. Об этом далее в материале. Как Рабинович за бугор летал скандальную историю о том, как прибедняющийся нардеп Вадим Рабинович путешествовал по Европе, довольно активно обсуждают в разных силовых структурах и по разным причинам. Недолгий полет в Швейцарию обошелся нардепу минимум в 19 тысяч евро. 12 февраля Рабинович воспользовался услугами сербской компании Airping и арендовал чартерный рейс. Но не любит скромный Рабинович лоукосты и регулярные рейсы. В общем, на борту чартера Рабинович и двое пассажиров. Эту информацию обнародовали журналисты страны UA сразу же по прилету джета с бортовым номером в IUPZM в Женеву. Чуть позже стало известно, что Рабинович планирует посетить страну, в которой он уже обеспечил себе приличную пенсию, то есть Израиль. Об этом сообщил блогер Сергей Наумович. Он же и выяснил, депутат вылетел по украинскому паспорту, а вот вернулся по израильскому. Иначе говоря, улетел Вадим, а вернулся Давид Рабинович. При этом уже не из Израиля, а из Ниццы. И не сербским, а румынским чартером. Он, кстати, дороже 24 тысячи евро. Судя по всему, петлял так не зря. Ведь в декларации нардепа 24 тысячи евро просто не помещаются. А доверчивым бабушкам клянется с экранов телевизоров, мол, денег нет, нищий я. Мне за вас обидно. На роскошное зажиття Рабиновича неоднократно обращали внимание и парламентарии. Обращались в НАБУ с требованием проверить его декларацию и двойное гражданство. И, видимо, благодаря нашим материалам, антикоррупционные органы, наконец, пристальнее глянули на скандального нардепа, живущего явно на очень широкую ногу. О том, что по делу Давида Вадима Рабиновича уже начали расследование, сообщил народный депутат Сергей Каплин. В этом мешке приблизно полтора миллиона гривен с средними купюрами. Ровно столько, известный на весь свят борец за права трудящих, простых людей, вкладников банков, Вадим Рабинович заплатил, а теперь, увага, за один перелет из Киева до Швейцарии. За один перелет. Звідко ці гроші? Мы обратились к НАБУ. И НАБУ начало проведение в этой ситуации. Я хотів би, щоб ми не дозволяли в своїй країні орудувати різним прохіндеям, авантюристам і тим, хто зловживає важким, надзвичайно важким життям простих людей. Я переконаний, що маємо викинути його і подобних йому до наступних парламентських виборів, до наступних президентських виборів з Україною. О мутних историях с финансами бригадира партии «За життя» мы будем информировать вас і дальше. Покажуть детективи НАБУ, пристально изучають декларацию Рабиновича і ждуть, появиться ли там що-либо о всіх його чартерних перелетах. Скільки, як, кем вони були оплачені. А також впишет ли этот якобы нищий нардеп расходи на роскошний особняк в самом центре столицы? І як объяснить, откуда беруться ежемесячно більше 400 тисяч гривень на аренду виллы в елітном районі под Києвом?